МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала «Регион-12», информационная программа «12 новости республики». Интернет-версия на сайте tvregion12.ru в студии Дарьи Разинова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 253 школы республики распахнут свои двери 1 сентября. Это 82 городские и 171 сельская школы. За парты сядут почти 73 тысячи учеников, в том числе 8600 первоклашек. Отмечу, что сейчас идут в школу дети, родившиеся в период демографического подъема. Так что в ближайшие годы число учеников в школах продолжат расти. Поэтому неудивительно, что в республике продолжают открываться новые школы. В частности, это школы в селе Кулакова Горноморийского района. А до конца 2017 года планируется ввести в эксплуатацию три школы в Урске, в селе Емеково, деревне Ильпанур, на строительство которых предусмотрены федеральные субсидии в размере около 40 миллионов. Погода не помешает проведению праздничных линеек в школах республики. Погоду в Мрил завтра будет определять деловая часть волнового холодного циклона. Как показывают расчеты, основные осадки ожидаются сегодня вечером и предстоящей ночью. А днем в четверг дожди пройдут только местами. По время праздничных линеек показания термометров будут составлять не выше плюс 10, плюс 12 градусов. Таким образом, ожидающиеся завтра погодные условия позволяют провести мероприятия, посвященные Дню Знаний на открытом воздухе. Нужно только обязательно одеться потеплее. Учебный год еще не начался, но выпускникам уже можно готовиться к экзаменам. Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты документов, регламентирующих структуру и содержание единого государственного экзамена в 2017 году. Данные документы являются основой для составления экзаменационных материалов и ежегодно публикуются для экспертного обсуждения до начала учебного года. Задания, включаемые в демоверсии, не используются на экзаменах, но они аналогичны реальным. Проекты документов не предполагают изменения в 2017 году структуры и содержания контрольных измерительных материалов по русскому языку, математике базового и профильного уровня, географии, информатике, литературе и иностранным языкам. Из экзаменационных работ по химии, физике и биологии исключена тестовая часть. В ЕГЭ по биологии сокращено количество заданий с 40 до 28, по химии с 40 до 34. Продолжительность экзаменационной работы по биологии увеличится со 180 до 210 минут. Более 3,5 тысяч детей в этом году получили путевки в детские сады. Впрочем, эта цифра еще не окончательная в сезоне выдачи путевок 2016 года. Сентябрь ежегодно связан с введением дополнительных мест в дошкольных учреждениях. Так, сколько еще детей в этом году смогут переступить пороги детских садов и каким именно образом происходит ввод дополнительных мест в детские сады? В нашем материале. Теперь эти кадры, снятые нами еще в прошлом году, впрочем, какие эти очереди на первом этаже управления образования, уже не имеют актуальности. Стоит напомнить, что основным нововведением этого года является внедрение электронной очереди. Комплектование детских садов города осуществлялось в автоматическом режиме с учетом данных о ребенке, который имеется в электронной очереди. Электронная очередь, она разработана для того, чтобы родителям было более удобно ставить детей на учет, на получение места в детском саду. Удобно для того, чтобы отслеживать очередь ребенка в детском садике. И самое главное, удобно тем, что в управлении образования традиционно не собираются массы людей в дни выдачи путевок. А родитель спокойно ждет дома, звонка из детского сада, он приглашается, родители, законный представитель ребенка приглашается в детский сад по телефонному звонку, либо по приглашению, уведомлению, которое приносится по месту жительства ребенка. Родители идут в детский сад и там уже обговаривают непосредственно с заведующей детского сада, хотят ли они посещать данный детский сад, либо не хотят, либо они соглашаются, либо они отказываются. Так выпустились в этом году из детских садов 2650 детей, а были приняты 3580. Как говорят в управлении образования, это количество значительно превысило плановое. Впрочем, это число увеличится еще и за сентябрь месяц. Стало известно, что запланировано введение еще 105 дополнительных мест в детских садах Ишкаралы. Массовое комплектование завершилось, но дополнительные места еще планируется вводить. Как минимум три группы у нас будут созданы. Поэтому на дополнительные места путевки будут выдаваться. Они выдаются и сейчас. Комплектуются у нас один из гомзовских детских садиков. И в дальнейшем в Диатом Икраине тоже планируется две группы в детском садике. Тоже мы будем зачислять туда детишек. Это уже речь идет о детях двухлетнего возраста. Вторая группа раннего возраста с двух до трех. Здесь комплектование у нас осуществляется по льгот с учетом льготы. По льготной очереди. И 50% и 50% детей из общей очереди, поскольку комплектование групп детьми только льготной категории, оно в общем-то не рекомендуется Министерством образования Российской Федерации. Все необходимую информацию по комплектованию детских садов каждый желающий может узнать в любое время на сайте управления образования. Особенно внимательно за информацией, размещенной там, стоит следить родителям, чьи дети достигнут возраста трех лет после октября текущего года. Возможно, при оставшихся свободных местах именно они смогут претендовать на место в первых младших группах. Жителям Риэл стало сложнее оформить или получить загранпаспорт. Особенно это касается тех, кто выбрал современный способ оформления паспорта в электронном виде через портал госуслуги.ру. Дело в том, что даже после оформления документов в электронном виде в миграционную службу лично явиться все-таки необходимо, например, для того, чтобы сделать фото или пройти дактилоскопию для загранпаспорта нового образца. Однако не факт, что посетители действительно попадут на прием к специалистам миграционной службы. При оформлении загранпаспорта в электронном виде в электронных же уведомлениях о ходе выполнения госуслуги содержится подробная информация о днях и времени работы отделений, где оформляется документ, в Ишкороле по адресу улица Прохорова, 35. Однако сотрудники миграционной службы нередко просто отказывают посетителям в предоставлении госуслуги, мотивируя это изменением графика работы службы. Пришли, мол, не в приемные часы. Причем о том, что время работы отделения миграционной службы на Прохорова, 35, изменилось, можно узнать, только приехав сюда, на окраину города. Эта информация не содержится ни на портале государственных услуг, ни на сайте МВД. То есть на официальном портале государственных услуг размещена одна информация о времени работы миграционной службы, а листок на двери здания миграционки извещают совсем о другом. При этом, по словам сотрудников миграционной службы, официальная информация с портала госуслуг им, цитирую, ни о чем не говорит. Напомню, что с недавнего времени функции УФМС переданы в ведение МВД. И еще большее недоумение наших зрителей, обратившихся в редакцию с этой проблемой, удивляет поведение чиновников миграционной службы. А это сотрудники МВД, открыто заявляющих о том, что официальная информация, размещенная на портале государственных услуг Российской Федерации, не является для них руководством к действию, в отличие от миллионов рядовых россиян. Лекарств хватит всем. По данным регионального министерства здравоохранения, ситуация по обеспечению льготными лекарствами в республике меняется в лучшую сторону. На жизненно необходимые препараты и средства федерального бюджета в этом году за первые полугодия ушло 75 миллионов рублей. В льготных лекарствах сегодня нуждаются более 11 тысяч жителей региона, и эта цифра ежегодно становится меньше. Однако помимо плановых пациентов с диагнозом сахарный диабет, астматиков, эпилептиков, онкологических больных, бесплатной медицинской помощи, включая дорогостоящие препараты, в республике обеспечивают и тех, кто заболел внезапно. На выходе получается, что в программе остаются самые-самые нуждающиеся, причем не в копеечных препаратах, а препараты достаточно дорогие. У нас получается, вот норматив установлен на этот год по программе, 758 рублей в месяц. А реально, то есть это где-то 3-4 тысячи человек должны за полгода получить препаратов. А реально у нас в этом полугодии уже больше 11 тысяч рублей каждый средний льготник уже получил. То есть уже ни о каких нормативах речи не идет. Отмечу, что теперь рост цен на лекарства подлежит обязательному регулированию. Если в прошлом году цены на лекарства, которые входят в список жизненно необходимых и важнейших, увеличились на 9,3%, то за первое полугодие это менее чем на 1%. Что касается остальных лекарственных препаратов, находящихся в свободном рыночном плавании, по данным Минздрава Республики, за первое полугодие 2015 года рост цен на них в МРЕЛ зарегистрирован более чем на 21%. В этом менее 2%. Постоянный мониторинг ценовой политики на самом высоком уровне в регионе не прошел бесследно. Премьерой балета «Чиполина» откроется новый сезон в Марийском государственном театре оперы и балета. Балет в двух актах по сказке Джани Радари будет отличаться необычной хореографией и яркими костюмами. Но адресована постановка самым искренним и беспристрастным зрителям – детям. Отпуск балетной труппы и театра имени Эрика Сапаева в этом году сложно назвать продолжительным. Завершив московские гастроли в рамках фестиваля «Летний сезон» в третьей декаде июля, уже в середине августа все артисты балета вернулись в репетиционные залы. Для чего? Для постановки первой премьеры приближающегося сезона – балета «Чиполина». Чтобы понимание было, так скажем, у телезрителей по поводу этого спектакля, вспомним давайте мультик, вот этот замечательный советский мультик, кстати, который идет в сопровождении гениальной музыки Хачатуряна. Опять же, и вот вся музыка, которая в мультфильме, и плюс еще дополнительно, она в этом спектакле звучит. Спектакль двух актах проходит на одном дыхании, просто пролетает и восхищает морем танцев. Танца очень много, то есть спектакль практически лишен каких-то таких бытовых драматических сцен, а все идет через танец. Монологии, дуэты, вариаций очень много, то есть он такой классический спектакль. И, кстати, в Большом театре по сложности его исполнения мы его называли «Детский Спартак», потому что вот «Спартак» – тяжеленный спектакль для исполнения, и вот «Чиполина». Так «Чиполина» станет своего рода подарком самым маленьким, но самым требовательным зрителям к началу нового учебного года. По словам руководства театра, постановка станет интересной очень многим. Малышей от трех лет привлекут необычные костюмы и зажигательная музыка. Детям школьного возраста будет интересно увидеть сюжет известной сказки и мультфильмов в хореографии. Для взрослых станет необычна сама техника исполнения и перевоплощение уже известных и любимых многими артистов. Моя партия в этом спектакле, пожалуй, самая балетная. Я единственный персонаж в пачке. Все остальные – девочки, мальчики, у всех костюмы, платьица. И моя хореография более приближена к классическому балету. И она достаточно серьезная. Но, думаю, мне удастся немножко пошутить, повеселиться, как раздельным ребятам. И, ну, я думаю, что, да, будет целая картинка очень веселая. И я ни в коем случае не буду обычной скучной балериной. У меня будет свой интересный образ. И я думаю, что многие детки влюбятся в меня. Сказать о том, что подготовка к премьере сейчас вышла на финишную прямую, пока нельзя. Работа кипит еще не только на сцене, но и во всех цехах. Так, лишь на изготовление вот такой корзины, как неотъемлемой части для овощей и фруктов, уходит не менее двух дней. А их требуется более двадцати. Отличить героев зрители смогут и по соответствующему одеянию. Так эти головные уборы сразу расскажут, кто есть, кто на сцене. Продолжится и пошив костюмов, которых на эту постановку требуется более ста. Здесь в каждом персонаже остро выписанный характер. Эти черты, человеческие качества, они должны читаться и быть показаны и детям, и взрослым. И они должны легко читаться. И поэтому задача еще как художника по костюмам – соединить все это вместе, рассказать костюмам всю ту историю, что она там как бы происходит. Добавлю, что двухактный балет Чаполина в постановке и хореографии Генриха Майорова счастливо путешествует по театральным подмосткам с 1974 года. С тех пор сказку про мальчика Луковку танцевали почти в 20 российских театрах. Уже в сентябре этот список пополнит и Марийский государственный театр оперы и балета имени Эрика Сапаева. Премьерные постановки состоятся 28 и 29 сентября. Информационная программа «12. Новости Республики» продолжается. Выпуски МРИЛ-ТВ смотрите в полседьмого утра. Интернет-версия на сайте tvregion12.ru, а также ютуб-канале и группах tvregion12 в социальных сетях. В студии была Дарья Разинова. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Ешкар улашавши дэянцай кудвечу муниципал программа «Умпаказшвина». МРИЛ-Республикса МВД Пашаенгла кладкандашам ш сентябричта сайлама шкечен службам титкан дави аннага аштынгалат. МРИЛ-Ашта Райсиаса я лозанлак переписикты шлалатан. МРИЛ-Атаватландай эрдыша пагатым шарнакта. МРИЛ-Анчала школа шатачи и камши янгар юнга. Республикса школа и вичу школа автовы зэна поэдаралтан. Региала шту вузу лакан филиала шта могат шагалэмда. МРИЛ-Апасула шта шуртам пагеналма кампанию муча шлалтан. Ешкар уласа постановка «Золотая маска» ар комитет ланкелшэн. МРИЛ-Атаватландай эрдыша пагатым шарнакта. МРИЛ-А рубрика. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА